Девушки отдыхают В этом выпуске вы узнаете Как спасти нашу планету от мусора Кто они, самые лучшие домашние питомцы Что подарить другу на день рождения, если совсем нет денег Недавно наши корреспонденты побывали на очень полезном экологическом празднике Теперь они знают, как выбрать упаковку, которую можно переработать Этой информацией они с удовольствием поделятся с вами Арсений, выброси, пожалуйста, мусор Давай, это у тебя пластик или органические отходы? Это самый обычный мусор Ты что, его не сортируешь? Один человек за 70 лет жизни производит 35 тонн мусора 90% этих отходов будут разлагаться сотни лет А ведь пластиковым бутылкам можно дать вторую жизнь Для этого достаточно выбросить их в специальные контейнеры Сегодня в Комсомольском парке проходит праздник Посвященный Всемирному дню вторичной переработки Этот повод придуман для того, чтобы привлечь внимание людей К проблеме мусора по всему миру Проблема мусора, его переработки, остро стоит в нашем мире Поэтому дети и взрослые баканы объединились в эко-патруль Чтобы обучить всех желающих новому образу жизни Правильной утилизации мусора и разумному потреблению Что такое осознанное потребление? Ну а осознанное потребление, если говорить простым языком Это когда человек понимает, что он покупает Куда он потом это все денет Например, упаковку Или те вещи, которые уже будут непригодны для использования Мы занимаемся тем, что отправляем на переработку вторсырье И сами его дома разделяем Для участников мероприятия были организованы станции На которых все желающие знакомились с правилами раздельного сбора вторсырья Выясняли, какие упаковки более экологичны, какой мусор особенно вреден окружающей среде Ребята, мусор, который отводится на свалке, разлагается целых сто лет Привет! Чтобы защитить планету от этого бедствия, нужно выбрасывать мусор в специальные контейнеры Привет! А ты знаешь, как правильно утилизировать пластиковые бутылки? И другие ресурсы Бережно относиться к вещам, сажать деревья, делать кормушки для птиц И помогать друг другу Друзья, скажите, пожалуйста... А батарейки? Батарейки утилизируют и делают новые бутылки? Видеостудия «Воробей» призывает всех жителей города правильно утилизировать мусор Ведь от этого зависит наше будущее Давайте повторим Мусор нужно обязательно сортировать Не все пластиковые бутылки перерабатываются Например, белые бутылки и бутылки из подсолнечного масла не перерабатываются Потому что там содержатся сторонние элементы Если выбирать между кетчупом в пластике или в стекле То лучше выбрать стеклянную тару Ее можно ждать на переработку или использовать у себя дома Экологическая грамотность каждого из нас поможет сократить количество мусора на нашей планете Мы за разумное потребление! Какие только не бывают домашние животные Лохматые, хвостатые, черные и рыжие Их нужно выкуливать, вычесывать, прессеровать Но есть питомцы, за которыми ухаживать одно удовольствие Хомяки считаются самыми неприкатливыми домашними животными А еще это очень милые и забавные зверьки Знакомьтесь, это Ахома, рыжий сирийский хомяк Это джунгарский хомячок киви Она очень маленькая и шустрая Это клетка киви В клетке у нее есть еда Вот такой домик Большая труба, по которой она может подниматься наверх И вот такое колесико, по которому она может катиться И водичка Для хомяков всегда важно, чтобы у них была чистая водичка Ест киви специальный корм, где содержится много зерен и овощей Если хомяки мало двигаются, у них может быть ожирение И это очень плохо Поэтому киви каждый день бегают в колесе Хомяки грузные, поэтому их нельзя просто так отпускать бегать по дому Иначе они перегружат все провода Если киви хочется побегать, то ее надо посадить в шар Наказывается, что хомяки это самый хороший питок С ним можно поиграть и не такие забавные. Субтитры создавал DimaTorzok Мне больше нравится их дарить. Только вот что делать, если денег совсем нет, а подарок подарить хочется? Денег совсем нет, а у лучшего друга день рождения. Что делать? Не стоит отчаиваться. Есть способ сделать подарок своими руками. Да такой, что станет самым приятным сюрпризом для именинника. Первый вариант. Написать песню для своего друга, в которой ты споешь, как дорожишь вашей дружбой. А если песня будет с юмором, то поверь, друг обязательно оценит твой музыкальный подарок. Для второго варианта понадобятся ваши совместные фотографии и рамка. Идея состоит в том, чтобы сделать фотоколлаж с подписями всех своих друзей. Поверь, такой шедевр обязательно будет оценен по достоинству и будет постоянно напоминать о вашей дружбе. Вариант третий. Больше подойдет для девушки. Для воплощения идеи нужно вырезать из бумаги сердечки и на каждом написать комплимент. Например, ты очень смелая, самая милая, незаменимая. И все в таком духе. Открытки складываются в стеклянную банку. Сверху можно украсить лентами и цветами. Вариант четвертый. Придумай приключения. Для этого понадобится помощь друзей. Квест – популярная забава. Нужно только продумать сценарий. Записки, загадки и другие послания должны привести к месту, где все друзья соберутся вместе и поздравят именинника с праздником. Вариант пятый. Собери друзей и снимите фильм, в котором вы рассказываете историю знакомства с именинником, ваши пожелания и поздравления. Можно попросить друзей из другого города записать видео с поздравлением и переслать вам для общего фильма. Поверь, этот подарок станет самым лучшим для друга. И помни, самые дорогие подарки – это не вещи. Гораздо приятнее в свой день рождения получить яркие и незабываемые эмоции. Это была программа «Нота Бена. Дети» и видеостудия «Воробей». В нашей студии вьется набор. Вы можете записаться и стать настоящим ведущим. Увидимся в следующем четверг. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!